Субтитры делал DimaTorzok Но все вот эти какие-то определенного рода уникальные детали на танке, они добавляют ему какого-то такого своего шарма. Начиная от вот этого вот красиво выложенного тросика, который действительно прикольно смотрится на данной машине, то есть он действительно смотрится как трос, да, то есть если вы видите. Это не просто нарисованное что-то сверху на корпусе, а действительно отдельная деталь. Мне, честно говоря, нравится. Фонарик довольно прикольно смотрится, зачехленный пулемет сверху, огнетушитель, маленькая кирка, дополнительные канистры для горючки. Ну, короче говоря, все вот эти вот приколы, даже вот это непонятно что, я, честно говоря, не совсем понимаю, что это. Честно, ну, больше похоже на какую-то катапульту, скорее всего, для того, чтобы либо самого себя как-то доставать. Ну, кто знает, напишите в комментариях, я не силен в танкотехнике настолько, чтобы понимать, что это. Но в целом, ребят, все вот эти мелкие детали, они добавляют машинке, ну, прям совсем обалденного и нестандартного внешнего вида. Вот эти гусеницы с шипами по бокам, согласитесь, тоже смотрятся довольно прикольно. Понятное дело, что они, ну, как бы ни на что не влияют, но само ощущение от танчика появляется какое-то, ну, знаете, такое вот приятное. Не стандартное, потому что, когда ты берешь машину более стандартную, допустим, там, прем-машину вот такую, да, или даже того же ELS BIS, что-то в нем есть, но все равно немножечко не то. Здесь же, действительно, разработчики постарались, мне кажется, гораздо сильнее. Ну, и венец всего этого внешнего вида, это обалденные вот эти колпаки, которые просто-таки шикарно смотрятся где-то приблизительно как у моего соседа на старых жигулях. Короче говоря, ребят, по внешнему виду разобрались, по броне рассказывать особо нечего, поэтому говорить ничего и не буду, заценим это все непосредственно в бою, практически все это картон, поэтому говорить особо не о чем. Пробивают с легкостью, поэтому, ребят, не рассчитывайте на то, что он хорошо танкует. Что касается орудия, орудие действительно прикольное, для седьмого уровня альфа практически в 300, ну, это довольно приятно для среднего танка, в частности. Есть осколочно-фугасные на 380, но осколочно-фугасными пробития 53, поэтому особо ни с кем не повоюешь фугасами, даже с шестерками особо фугасами не позабрасываешь. Бронепробитие в 155 единиц ни вашим, ни нашим. В принципе, играбельно, но все-таки против тяжей, а еще и тем более, если бросит против восьмерок, вам, в принципе, с этим орудием делать нечего. Время перезарядки, я бы сказал, что в целом для такой альфы довольно нормальное, 8,1 секунды с учетом установленного доп. оборудования, ну, и всей остальной шелухи. Урон в минуту при этом 2150 единиц, и я бы не сказал, что это прям совсем много. Если бы она шотила немножечко почаще, пускай даже с меньшим уроном, мне бы пушка нравилась чутка больше. Есть действительно хорошие плюсы. Это склонение орудия минус 10 вниз, что позволяет удобнее отыгрывать машину. Время перезарядки мы с вами заценили, а вот время сведения и разброс на 100 метров, сами цифры должны быть приятными. Разброс на 100 метров хотелось бы, конечно, чутка меньше, хотя бы 0,35, а не 0,385. Но это такое, знаете, уж цепляться будем, когда воевать начнем. Поэтому, ребят, вот эти две цифры заценим, но время сведения, согласитесь, 2,4, говорит о том, что пушечка должна сводиться быстрее, чем вы перезарядитесь. Поэтому, ребятки, все вот эти цифры я и советую вам всегда заценивать непосредственно в самих боях, потому что заценивать их исключительно в табличке, это говорит ни о чем. На одной машинке данное время сведения это супер класс, вообще обалдеть, а на другой машине это просто ужас ужасный. Поэтому, ребятки, заценивайте это все либо в боях, либо смотрите обзоры. Ну, а я бы рекомендовал вас смотреть обзоры от честных обзорщиков, а не тех, которые вам пытаются что-то прорекламировать или показать красивые видео. Я, допустим, на своем канале никогда не занимаюсь тем, чтобы заснять 20-30 видео и из них вырезать самый красивый бой, для того, чтобы сказать, что именно вот так машина будет играться в ваших руках. Я просто беру технику, заезжаю в рандомный бой, играю на ней и даже если сыграл плохо, я это, по крайней мере, признаю. А делаю это по одной простой причине, потому что мне очень хочется показать машины, какими они есть на самом деле в руках среднего игрока, не скиллового игрока. Я не знаю, как вы, но у меня были ситуации, когда я покупал какую-то технику, в частности премиумную, тратил свою кровную голду на танк, посмотрев обзор какого-то именитого ютюбера. Ну, а по результату данная техника до сих пор стоит у меня в ангаре и пылится по одной простой причине, потому что в моих конкретно руках она не играется. И вот если вы не хотите наступить на такие грабли, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен. Ну, а отблагодарю со своей стороны исключительно честными обзорами на технику и товары в магазине. Ну что, ребят, зацениваем машинку. Для среднего танка 7 уровня подвижность у нее очень классная. Мне очень нравится на своей поворачивать вот так вот вправо-влево. Он действительно маневренный до безобразия. Все вот эти маневры выполняет абсолютно спокойно и это позволяет реально в случае необходимости менять направление своего движения прям, ну, сразу-сразу-сразу, не дожидаясь чего-либо. Время перезарядки, видите, ну, чуть-чуть не хватает. До идеала буквально там какой-то одной или даже полсекунды уже было бы немножечко приятней. По броне вы видите, что уже успели меня пробить. Я понимаю, что я немножко лоханулся и выпечился вперед, но как без этого? Если машина подвижная, тебя прям рвет вперед, тебе прям хочется поехать и навешивать. Как вы видите, уже двух противников я не успел добрать на свои по одной простой причине, потому что вот и не хватает вот этих вот буквально какой-то секундочки для того, чтобы можно было накинуть и, соответственно, отправить товарища в ангар именно с вашего орудия, а не с орудия ваших союзников. Но есть, в принципе, и позитив. Позитив заключается в том, что в любом случае вы делаете что-то для победы. И уже не имеет особого значения, кто конкретно отправил в ангар. Имеет значение, в итоге победит команда или не победит. Для победы, безусловно, делать нужно все, что от тебя зависит, все, что ты можешь в силу своих возможностей, безусловно. Но и никогда не стоит сдаваться. На своей, как вы видите, я успел перекатиться уже в абсолютный тыл вражеской техники. Буду пытаться откидывать в них вот так вот с расстояния, потому что жить мне, в принципе, недолго, если с кем-то столкнусь совсем лоб в лоб. Теперь давайте поговорим о сведении орудия и о точности. Значит, смотрите, вот сведение довольно классное, точность у орудия тоже довольно-таки хорошее, точное орудие абсолютно. И проблем с этим орудием в отношении точности и сведения не возникает, по крайней мере, у меня. И играть на нем действительно комфортно. Добавить бы немножко брони этой машинке и добавить бы ей, скажем так, не то чтобы добавить, а наоборот, забрать у нее немножечко от времени перезарядки. И тогда эта машина прям вообще бы блистала всеми красками, какими бы только смогла. Ну вот она, точность орудия, как вы видите, в центр прицела снаряд летит. Да, расстояние не сильно дальнее, но, согласитесь, приятно, когда ты попадаешь туда, куда ты целишься, особенно если ты бодаешься или пытаешься помочь разобрать какой-нибудь тяж. Ну а, соответственно, в твоем случае только точность орудия поможет тебе это сделать, особенно если ты воюешь против восьмерки на семерке. Ну а особенно против тяжа тебе необходимо выцеливать какие-то мягкие места. Ну это орудие, это позволяет делать. Вот сейчас сработала рандомная броня, это очень приятно. Конечно, понятное дело, что это не аксиома абсолютно, но, согласитесь, довольно-таки приятно, когда тебя не вынесли в ангар или не оставили тебе ХП такого, чтобы только сидеть и плакать, а дали возможность еще поиграть. Единственное, что стоит отметить, что данная ситуация не доставляет тебе такого удовольствия, если ты на месте стреляющего, а не на месте того, в кого прилетает. Не понимаю, честно говоря, почему с меня скинул прицел ВК. Вообще, по логике вещей, необходимо было как раз в меня и целить. Вот сейчас он правильно определился со своей мишенью. Ну и это помогло им вынести меня в ангар. Да, безусловно, против восьмерок особо не попрыгаешь. Как я уже сказал, брони у танчика нет. Значит, смотрите, пробили башню сверху, пробили с бортика, спереди, я, честно говоря, не помню, что меня прошивали, но, поверьте, спередка тоже шьют, ну, просто-таки на ура, абсолютно спокойно. Поэтому, ребят, и говорю, данная машинка, она предназначена для того, чтобы мотаться по карте и накидывать урон. Урон, кстати, в неполные 300 единиц среднего, согласитесь, довольно неплохой. Я так понимаю, что данный бой мы сольем, исходя из того, какая сейчас расстановка сил. Ну, посмотрим, по крайней мере, на результаты, что мы сделали для победы. Ну, а что сделали все остальные, это уже, в принципе, остается, ну, не то чтобы на их совести, но остается просто за пределами данного боя. Смотрим на результаты, обязательно запрыгиваем сейчас в следующую каточку и посмотрим, что сможем сделать в следующем бою. В моих лично руках СВЕЙ, он играется плюс-минус ровно от боя к бою, он не выдающийся, но прикольный. 3 300 единиц урона, знак классности первой степени, один уничтоженный товарищ по серебру. За проигрыш, ребят, и за то, что мы сделали в этом бою, и мне это было сделать в данном бою несложно было, абсолютно. Мы получили 84 с половиной тысячи фарма, и это на седьмом уровне, ребят, на танчике, который не является супер-выдающимся. 56, это если без учета премиум аккаунта. И что касается нашей результативности по команде, то мы, в принципе, своей результативностью просто всех разорвали, по крайней мере, в данном бою. И шансы выиграть у нас были, и развесовка, в принципе, была нормальная. Чего не хватило, не знаю, возможно, команда, ну, не сильно сплощенно действовала, немножко кто-то растерялся, может быть и такое. Ну что, поехали, попробуем еще одну каточку на свее провести, ну и посмотрим, получится ли такой же урон, допустим, нанести по количеству хп забранного у соперников. Посмотрим, получится ли серебра столько же плюс-минус собрать, ну и будем понимать хотя бы на будущее. Если вдруг свей, сейчас вы смотрите видео, выложен на продажу, и у вас есть мысль в голове покупать или не покупать, вы, соответственно, будете плюс-минус видеть какую-то картинку по нему. Я смотрел обзоры на свея у своих конкурентов, и, честно говоря, я по обзорам так и не понял, что это за машина. По одной простой причине, потому что обзоры были больше посвящены рекламе всякого рода интернет-ресурсов, которые являются спонсорами канала, ну и всякому ушечесанию по поводу якобы новостей в игре. Хотя по факту, в большей мере своей, ребята просто открывают магазин, сухо рассказывают, что выложили на продажу, и на этом, в принципе, прощаются. Делают одну катку, которая хромает на обе ноги. Я тоже не суперскилловый игрок, но, по-моему, если ты снимаешь видео, посвященное конкретно свею, будь добр показать свея, показать его, пускай даже и в одной катке, но поговори о свее, а не о том, что сейчас продается в магазине. Ладно, вот это уже точно на совести тех, кто снимал эти видео, потому что я приличного видео по свею, честно говоря, для себя не нашел. Я не супер-ютюбер, вопросов нет. Я буквально несколько месяцев этим занимаюсь, может, допускаю какие-то ошибки, как обзорщик, ну или, как сейчас, допускаю ошибки, как игрок. Ну, ребят, я стараюсь сделать видео такими, чтобы было по нему хотя бы понятно, что за машина и стоит ли ее покупать. И даю возможность примерить машину на себя, посмотрев на то, как я играю на ней. Так, здесь нас раскатали, раскатали нас довольно-таки прикольно. Я не совсем понимаю, чем заняты наши ПТшки, что они там делают вообще и нужны ли они там. Я со своей стороны пытаюсь сделать вот что-то для боя, а там дальше видно будет. Вот углы склонения. Углы склонения действительно очень приятные. Вот можно сейчас вот так вот чуть-чуть выкатиться и накидываю практически в одну и ту же точку. Это крайне приятно. Сейчас буду отхватывать, это однозначно. Я, в принципе, из всех товарищей, которые есть в бою, наверное, самая желанная мишень, потому что я самый мягкий. Даже тот же самый КС-52 Лис, он и то будет, ну, мне кажется, повеселее отыгрывать от башни, чем я. Ну, не знаю, может это ощущение исключительно такое. Как видите, на дальних расстояниях пушка довольно-таки точно отыгрывается. Мне лично нравится. Сведение просто суперское. Это позволяет вот так вот очень быстро свестись в товарища и его добрать. Согласитесь, было бы сведение немножечко подольше и было бы прям совсем уныло. Так. Ну, добрать я его точно не доберу. Мне просто хватило альфы. Я, честно говоря, думал, что сейчас мне альфы не хватит. Ну, 380... Ой, простите, 280. Это прилично, я не спорю. Но, блин, все-таки... Все-таки, ребят, я был уверен, что не смогу я его добрать. Так, ну что, попробуем. А вот когда надо, не попадаешь. От этого становится не очень приятно. Спешит товарищ, понимая, что, в принципе, играть ему осталось недолго. Я бы промазал, да и слава богу. Но забрать бы меня все равно не забрал, вопросов нет. Итак, ребят, победа. Победа уже, я думаю, ну, приятнее должна быть по серебру. Хотя тоже под вопросом, в зависимости от того, сколько в этом бою я набросал. Всего лишь 2400. Почему всего лишь? Потому что в прошлом бою было существенно больше. Знак классности второй степени. Что касается серебра, 64000 серы. Это, ну, давайте будем говорить, 65000 серебра с учетом прем-аккаунта. Без учета 46000. Вы знаете, ребят, мне кажется, что данная машинка для ее стиля игры... Вот мы заняли опять первое место, сделали 4 фрага. Если бы не точность орудия, навряд ли бы у нас это получилось. Склонение орудия просто шикандосное. Время перезарядки чуть-чуть бы улучшить. И это была бы просто, ну, блистающая. Прям на весь рандом блистающая пушка. А так, в целом, просто хороший играбельный танчик. Пускай не сильно живучий, но довольно подвижный. Как я уже сказал, с очень-очень приятным, классным орудием. Я с Вея выкатываю нечасто. И, честно говоря, я очень часто забываю о том, что он есть у меня. И, наверное, жаль. Потому что такие бои действительно доставляют удовольствие. И, что самое парадоксальное, что конкретно в моих руках, ребята, у меня средняя статистика. Я не суперскилловый игрок. Так вот, в моих руках, как я уже говорил, с Вей так играется практически постоянно. Да, бывают бои, в которых тебя выносят. Просто, ну, за нефиг делать. Но, в основном, с Вей вот такой вот от боя к бою. И где-то приблизительно по 2-2,5 тысячи урона вы вполне спокойно сможете на нем наносить. Главное, не выпячиваться на первую линию, для того, чтобы не отхватывать. Потому что, как я уже сказал, у вас очень, ну, прям огромное количество больших серых зон, в которые несложно выцелить. В том числе и местами фугасами. А на данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзор на СВ. Если вы за честный обзор, подписывайтесь по желтому шильдику вот здесь внизу. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok